Традиционная пресс-конференция МВД перед очередными выборами. За 10 дней до парламентских выборов 4 октября о готовности не допустить беспорядки и нарушения в день голосования обещал бывший в ту пору заместитель министра внутренних дел Мерлан Канеметов. 11,5 тысяч милиционеров заявил он, готовы дать отпор любым деструктивным силам и защитить право граждан на волеизъявления. Ранениями правоохранителей и дезертирством министра закончилась эта история в результате случившихся событий с 5 на 6 октября прошлого года. Сегодня МВД снова дает пресс-конференцию. Только замглавы теперь октябрь Урмамбетов. И вот что он обещает. МВД не участвует и не вмешивается в политических процессах, однако относятся ко всем политическим общественным объединениям. Мы знаем, что некоторым гражданам распространяются ложные сообщения в месяцах в WhatsApp и других социальных сетях, содержание которых направлено в дестабилизацию обстановки в обществе. Любые попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в Кыргызстане будут пресекаться в рамках закона. Министерство внутренних дел не позволит раскачать и дестабилизировать ситуацию. Виновные в нарушении правопорядка будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. И снова мобилизованы все те же 11 тысяч милиционеров. Из них почти 5,5 тысяч закреплены на избирательных участках, которых по стране 2426. На этот раз на помощь соловикам заранее зовут дружинников. По информации МВД, их более 9 тысяч по республике. Начиная с 14 декабря в стране идет официальная агитация. И за это время уже есть нарушения. По данным МВД было 50 сигналов. И больше всего в Оржской области. 16. В Бишкеке 15. Из всех случаев лишь 15 после проверки были зарегистрированы в ЕРПП. Это и хулиганство, и уничтожение частного имущества. Есть в том числе подкуп и злоупотребление админресурсом. Пять фактов по фактам подкупа избирателей. Это по городу Бишкек 3 факта. По Чуйской области 1 факт. По Истекульской области 1 факт. Мелкое хулиганство по городу Бишкек. 1 факт Чуйской области 1 факт. И по Оржской области 1 факт. Также зарегистрировано факт умышленного уничтожения, повреждения имущества. Это один факт по Чуйской области. И зарегистрированы два факта по фактам злоупотребления административным ресурсом. Это по Ожской области в Арованском районе. Выходит, по данным милиции, подтвержденных случаев мало, да и незначительные они. Хотя еще накануне независимые наблюдатели от общественного фонда «Общее дело» заявили как минимум о 53 фактах нарушений, из которых 31 применение админресурса, 15 подкуп и 7 давление угрозы и шантаж. И при таком раскладе разве нет оснований ждать повторения октябрьского сценария? Практически в один голос просили журналисты. Сил и средства достаточно, но, наверное, не допустим. И на это народ тоже не желает. Это какие-то лица, политические лица, которые могут поднять свою сторонку. Силовой метод принимать не будем. Да, но практика показывает, мы это все понимаем. Просто практика показывает, что тысячи людей могут выходить на область. То есть стрелять не будете? Силовой метод принимать не будет. А мне властно. То есть разгонов не будет, да? Ну, посмотрим. Силу применять не будут, при этом отпор дадут. Работники СМИ усомнились, что одно без другого вообще возможно. При этом напомнили, что еще три месяца назад своими глазами видели, насколько деморализована и непрофессиональна милиция в стране. Разрозненные, не умеющие работать в ситуации наступления агрессивных масс, еле дотянули до утра. Большая часть из них оказалась в числе пострадавших в ту ночь. В том числе и потому, что правоохранители остались без главы. Кашкар Джунуш Али в ту ночь сбежал. И до сих пор в розыске. Сегодня возглавляет МВД Улан Неизбеков. А не повторится ли история, как с прошлым министром внутренних дел, который сбежал? Нет, не будет. На сегодня до сих пор никто не понес ответственность. Ни за смерть юноши из Баткенской области, ни за инвалидность десятков граждан, ни за разрушение, ни за порчу имущества. Но фигуранты есть, сообщили ВВД. Трех тысяч человек допрашивали. Участников там устанавливали. Мы как свидетели их вызывали. По факту массовых беспорядков от шестого политиков некоторых. Для выяснения всех обстоятельств этого дела. Вот трех тысяч свидетелей и так далее. Участников мы приглашали. И сейчас на стадии расследования пока не можем. Есть интересы, есть. Но даже все доказать, прежде чем рассказать вам. В МВД уверяют, что повтора дестабилизации не допустят. Да и люди этого уже сами не хотят, заявляют силовики. При этом сами же в своем докладе говорят, что провокаторы есть. Оперативную информацию отрабатывают. Относительно определенных лиц, имеющих, дескать, в планах подрыв ситуации. Но сказать, что конкретные кандидаты в президенты, например, намерены предпринять какие-то попытки, в МВД не рискнули. Видимо, ГКНБ известно больше, чем МВД. Ранее председатель ГКНБ Камчебек Ташиев заявил, что знает, кто из кандидатов занимается не предвыборной кампанией, а подготовкой к очередному перевороту. У нас есть конкретная информация, что некоторые кандидаты не ведут предвыборную кампанию, а ведут, готовятся к дестабилизации ситуации после выборов. Дестабилизующие силы, если выведут на улицу тысячи человек, пять тысяч человек, десять тысяч человек, люди подумаются миллионами в данный момент. Миллионами люди подумаются. Пусть у них не будет никакой надежды о том, что они проведут каким-то образом захватить власть или каким-то образом проведут какие-то дестабилизирующие митинги. Уже сегодня в органах национальной безопасности сообщили, что личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. Чекистам поручено бдить за криминальными группировками, религиозными экстремистами и террористами. Пограничники усиливают фильтрацию на границе прибывающих в республику лиц. И это при том, что мероприятия подобные нужно проводить не только в выборы. Но особое внимание ГКНБ направил на тех, кто может учинить призывы и попытки захвата власти. К слову, готовятся и работники скорой помощи. Там отметили, что для врачей уже закупили каски. Елена Яковлева, Турган Ниязов, НТС.